Девушки отдыхают В Саранске прошел мастер-класс с участием наших прославленных гимнастов. Две волевые победы. Хоккеисты Мордовии в двух матчах подряд уступали в счете, но в итоге оба раза громили Барнаульский Алтай. Вышли из отпуска, а футболисты приступили к подготовке ко второй части сезона. Девушки отдыхают Учиться вот именно вам, у этих чемпионов? Да. Чему в первую очередь будете учиться? Не бояться делать элементы терпения. Они уже проходили этот путь, и у них очень много научиться можно, интересных элементов. А вы знаете, кто сегодня приезжает вообще? Да, Немов! С 2013 года Алексей Немов и его команда провели более 25 подобных мастер-классов во многих городах России. Но ко встрече с мордовскими гимнастами наш именитый земляк готовился особенно тщательно. Ведь его и Светлану Хоркину с 13 регионом связывают особые, можно сказать, кровные узы. Чемпионат мира провели, чемпионат России по фигурному катанию провели, и настал наш черед. Я думаю, что это хорошая история для того, чтобы наши дети занимались спортом. И спортивная гимнастика – это базовый вид спорта, из которого можно переходить в любой вид спорта, даже в футбол. Это высокопарные слова. Разглядеть чемпиона с маленького возраста, наверное, в принципе, нельзя и невозможно. Но дать каждому шанс – это вполне возможно сделать каждому региону, и нашей Мордовии любимой в том числе. Пока Алексей Немов общается с родителями юных гимнастов, рассказывая им о своей спортивной биографии, о причинах, побудивших его выбрать спортивную гимнастику, и даже о секрете завтрака чемпионов, его коллеги проводят разминку. После разогревшей спортсмены делятся на группы и расходятся по различным видам гимнастических снарядов. Елена Шевченко – победительница Олимпиады 1988 года. Следит за выступлением гимнасток на бревне. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Замолочикова курирует вольные упражнения. Светлана Хоркина ведет мастер-класс на брусьях. Ну-ка, спинку держи. А где оборотик? Опускайся. О, она не умеет наоборот, да, в упор? Давай, запасом зайди туда. Помягче опускайся, смотри. Очень здорово, когда ты впервые видишь олимпийскую чемпионку. Она строгая? Да, да. Ну, соблюдают все правила. Ну, я бы не сказала, что все тренера добрые. Все тренера должны быть немного строгие. Николай Крюков работает с мальчишками на Канье. Алексей не ему взял на себя задачу проведения мастер-класса на перекладине. Все олимпийские чемпионы, хотя уже и завершили карьеру, находятся в отличной физической форме. И могут наглядно продемонстрировать ребятам все те элементы, о которых ведут речь. Ведь в первую очередь дети учатся, глядя на взрослых. И именно тренер является для начинающих спортсменов образцом для подражания. Причем не только в плане физики, но и в плане психологии. Все время в меня не верили. Меня не брали в спортивную гимнастику. Меня не брали в сборную молодежную СССР. Меня не брали в старшую сборную, основную сборную СССР. Все время в меня не верили. Потому что я была высокая ростом. У меня не было столько здоровья, сколько было у моих коллег. Но у меня было огромное желание стать олимпийской чемпионкой. И мы очень много работали с моим тренером, который верил в меня, а я в него. Воспитать из ребенка чемпиона – это очень долгий и трудоемкий проект, говорит Светлана Хоркина. И один мастер-класс, конечно, чудо не сотворит. Но возможность увидеть рядом с собой олимпийских чемпионов, получить от них слова поддержки и одобрения, окрыляет. Участники мастер-класса высоко оценили условия, созданные для мордовских гимнастов. Отличный зал, профессиональное оборудование. Остальное в руках тренеров. Они должны требовать от детей работать на максимуме возможностей. И в то же время уделять им максимум своего внимания. В моем детстве никто из олимпийских чемпионов ко мне в город в Тольятти не приезжал. Они у меня висели на плакате, как Лена Шевченко. В 88-й год у меня висели все вот эти гимнасты у меня на плакате. И сегодня у ребят есть замечательная мотивация, чтобы идти вперед. То есть мы были такие же. В завершении мастер-класса все желающие смогли сфотографироваться с олимпийскими чемпионами и получить на память их автограф. Ну а гимнастов вечером ждала очередная тренировка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В первые в карьере стал Жамбалат Лакьяев. Финал весовой категории до 67 килограммов стал полным повторением прошлогоднего, когда в главной схватке сошлись сразу два борца из региона 13 – Заур Кабалоев и Алексей Киянкин. В 2018-м сильнее был Кабалоев. На этот раз Киянкин взял реванш 4-2 и повторил свой успех пятилетней давности. В общей сложности мордовские борцы привезли из Калининграда три золотые и одну серебряную награды. После неоднозначных матчей в Кургане, в которых саранские хоккеисты победили и проиграли с одинаковым счетом 2-1, очередным соперником Мордовии стала команда «Алтай». Коллектив из города Барнаула является самой нестабильной командой нашей лиги. В начале нынешнего сезона команда шла вверху турнирной таблицы, но затем потеряла несколько позиций и спустилась вниз. Незадолго до матчей в Саранске в стане гостей сменился тренерский штаб, поэтому от «Алтая» вполне можно было ожидать каких-либо сюрпризов. К тому же разогнавшийся во второй части чемпионата юниор уже приблизился к барнаульцам вплотную, пусть и сыграл на две игры меньше. В нашей команде тренерский штаб поменял очередность выхода на лед звеньев, а также несколько изменил их сочетание. Перекраивать пришлось из-за травм. Вынужден был пропустить этот матч наш на тот момент лучший бомбардир Евгений Пьянов. Лечится Иван Карлин. К тому же из-за болезни по-прежнему не играет ведущий защитник Александр Брыкин. Таким образом, у нашего тренерского штаба практически не было выбора при определении состава. В первом периоде воскресного матча команда действовали с переменным успехом. Хозяева создавали моменты после розыгрыша шайбы в зоне соперника, а гости в основном искали счастье в контратаках. И те, и другие имели хорошие шансы для того, чтобы забить, но голкиперы сделать этого не позволили. Барнаулец Кирилл Волохин и наш Павел Попков действовали очень надежно и в трудные моменты спасали свои команды. После перерыва хоккеисты Мордовии целиком и полностью завладели инициативой. Верный шанс забить упустил Андрей Батруддинов. Когда голкипер гостей опрометчиво вышел из ворота и при попытке выбить шайбу у Даниила Юношева, упал и потерял клюшку. Шайба оказалась у Андрея, и он бросил, казалось, по пустым воротам, но защитник самоотверженно распластался перед воротами и поднял ногу. Именно в конек и попала шайба после броска Андрея. Кстати, в роли спасителя выступил экс-игрок нашей команды, который еще в начале нынешнего сезона защищал цвета Мордовии – Валерий Глухов. В эпизоде, когда вратарь выходил, вы с ним столкнулись, обидно, что в итоге все голом не закончилось вроде такси? Да, да. Ну там Андрей Батруддинов не попал просто по пустым воротам. А так, ну, прикольно было, здорово сделали. Там можно запикать, я на лавке про себя кое-что сказал. То так бывает, как бы надо было распорядиться по хладнокровни, а получилось как так получилось. Конечно, не в плюс мне это пошло. Забивать дружина Юрия Воробьева начала после того, как пропустила. Ровно на экваторе встречи барнаулицы открыли счет. Достиг цели бросок с острого угла Ковязина. Игроки третьего звена проявили пассивность при обороне и ему не помешали. А Павел Попков просто не успел переместиться. Через три минуты наши хоккеисты сравняли счет. Сергей Горячев смело пошел вперед, обыграл своего оппонента и поехал к воротам. После его броска с близкого расстояния шайба отскочила к Юнушеву, и тот бросал вдоль ворот, а шайба от конька голкипера залетела за линию. В эпизоде с первым голом все-таки надеялся, что шайба залетит или бросал, так скажем, на удачу вдруг? Ну, у меня вариантов больше не было. Там Серега Горячев полез на ворота, и она отскочила. И мне просто в ворота я бросил, и так получилось рикошет, и от воротаря она залетела. Затем уже при розыгрыше большинства наш капитан Станислав Цицаров увидел пустую зону на дальней штанге Алтая. Он подъехал к воротам и получил своевременный пас от Ахмедзянова, и в касании бросил в сетку. После второго перерыва команда Юрия Воробьева продолжила атаковать, и на 44-й минуте хозяева организовали третий гол. При отложенном штрафе Ахмедзянов открылся на лицевой, выдержал паузу, и, убедившись, что путь свободен, проехал к воротам и в ближнем бою переиграл галкипера. Затем последовала серия удалений в составе обоих коллективов, но реализовать большинство никто не сумел. Под занавес встречи на за две минуты до сирены окончательно все вопросы о победителе снял Даниил Юнышев, который добил шайбу в сетку с пятака после броска Ахмедзянова. Таким образом, на счету нашего 77-го номера голевой дубль, а на счету 15-го Андрея Батруддинова – ассистентский покер. В итоге все четыре шайбы забросили игроки одного и того же звена. У нас какая-то тенденция, я думаю, что и тренера это всегда отмечают, что первые смены плохо мы начинаем, не зная, чем это связано. То ли мы плохо разминаемся, то ли как-то вальяжность какая-то присутствует. Ну, у нас же такой народ, что пока петух не клюнет, не зашевелится. Вот получилось, что зашевелились, хорошо, что так было. Ну да, конечно, переживал. Вроде как моменты есть и чего-то не хватает. Это не первые игры такие, вот в последних играх так было, вроде чуть-чуть не хватает. Ну, слава богу, сегодня забил и пошла, я надеюсь. Уверенность, конечно, придает и хочется, чтобы так было постоянно, не так, не через игру, а желательно каждую игру что-то делать, помогать команде создавать моменты, забивать голы. Несмотря на победу, одержанную в воскресном матче против Барнаульского Алтая, тренерский штаб Мордовии уже по традиции остался недоволен игрой нашей команды. Даже счет 4-1 не смог стать достаточным утешением. Во многом потому, что все голы нашей команды были заброшены одной пятеркой, а все остальные в первой игре безмолвствовали. Это вылилось в очередные перестановки в составе и смену очередности звеньев. Изменения не коснулись только пятерки Ахмедзянова. К тому же появились на льду травмированные. Александр Брыкин и тем более Иван Карлин не играли уже достаточно давно. Брыкин заменил Ситнова, Карлин – Абозина. Еще один игрок, который в воскресенье наблюдал за игрой с команд с трибун, Бакулин поменял Дзидаева. Повторная встреча началась для нашей команды просто ужасно. Уже на второй минуте барнаульцы повели в счете. Шляхтов подправил шайбу в ворота после дальнего броска. На 13-й минуте гости уже вели со счетом 2-0. Все тот же Шляхтов вышел к воротам и из района круга вбрасывание точно бросил в ближний и верхний угол. Как уйти от этой болезни, пропускать в начале игры и потом отыгрывать? Ну, наверное, какого-то определенного диагноза нет такого, как пропускать. Ну, нам более надежнее, наверное, выходить и играть, более ответственно, что ли. Ну, удачно, в этот момент сопутствовал сопернику, пока свежий, пока все. Ну, для нас, конечно, это нежелательный вариант проигрывать в начале игры. Сократить отставание дружине Юрия Воробьева удалось только на 18-й минуте. Петраков на замахе обманул защитников и выдал пас на пятак Филину, который в касании переправил шайбу в ворота. Нельзя сказать, что Алтай в первые 20 минут полностью переиграл Мордовию. Скорее, гости бережнее отнеслись к реализации своих моментов, нежели соперник. У наших хоккеистов возможности забить было предостаточно. Повышать процент реализации своих моментов дружина Юрия Воробьева должна была уже во втором периоде. И после разговора с нашим наставником в раздевалке команда заиграла гораздо активнее. За 20 минут игрового времени в воротах Алтая побывали три шайбы. Все началось с гола в меньшинстве в исполнении Александра Беркутова. Наш защитник убрал одного оппонента на паузе, проехал вдоль ворот и бросил точно в дальний угол. На 32-й минуте Максим Суботин и Иван Бакулина убежали к воротам и остались вдвоем против одного защитника и разыграли классическую комбинацию, которая закончилась голом 13-го номера нашей команды. Упрочил лидерство Мордовии Иван Петраков. При розыгрыше большинства у Евгения Закурина не получился бросок с пятака, а наш защитник не выключился из эпизода и добил шайбу в ворота. В третьем периоде гости не смогли составить достойной конкуренции Мордовии. Шайбы в ворота Алтая влетали с завидным постоянством. На 49-й минуте Максим Ахмедзянов отличился при розыгрыше большинства. Еще через две минуты Иван Карлин голым отметил свое возвращение в состав после красивого паса Елагина. На 55-й минуте после броска Саразова добил шайбу в сетку Евгений Филин, а окончательный счет в результате сольного прохода установил Сергей Горячев. 8-2. Мордовия, уступая в первом периоде со счетом 0-2, забрасывает 8 шайб подряд и крупно побеждает. Первая половина вчерашней игры и первая половина сегодняшней игры практически равная игра была. Почему соперник выходил в счете, но я так думаю, что немножко силенок у них сегодня не хватило. Счет 8-2. Ну, наверное, для соперников обидно. Начали так мощно, все хорошо. Но сумели перебороть, перебороть, отыграться и уйти вперед. Ну, честь и хвала, но я думаю, в дальнейшем не стоит так. Судьбу искушать проигрывать 0-2. Хотел бы надеяться на то, чтобы такой настрой и нацеленность на вороты в дальнейшем нам сопутствовали. В принципе, ничего страшного не произошло. Нормально. Ну, конечно, развалились 2-8, да, ну, понятно. Ну, ничего, ничего страшного. Ребята, в принципе, в целом молодцы. Но они не роботы, они люди, да. Надо понимать тоже, ребят. Ну, не хватает нам. Мы понимаем, чем нам не хватает. Над этим работаем. В следующие матчи наша команда проведет на выезде 26 и 27 января против команды «Челны». Ближайшие домашние встречи пройдут в Саранске 1 и 2 февраля. Соперник – команда «Кристалл» из города Саратов. Начало матча в пятницу в 18.30, в субботу в 13 часов. Новогодние праздники позади. Закончились и каникулы у футболистов. Основной состав футбольного клуба «Мордовия» приступил к первому учебно-тренировочному сбору, который пройдет в Саранске. В отличие от прошлых лет, теперь в столице Мордовии зимой можно работать с полным комфортом, невзирая на морозы. Футбольный легкоатлетический манеж, оснащенный синтетическим газоном с современным кокосовым субстратом, аналогичный тому, что постелен на главном поле стадиона «Старт», позволяет забыть о том, что за окнами январь. Я первый раз здесь, мне вообще очень нравится, прекрасно. Я вот в Казани тоже был, в манеже хожу, с ребенком тренируюсь, к тому же он старенький чуть-чуть, тоже большой, конечно. Но вот мне здесь намного больше даже нравится, чем в Казани. Сторожил футбольного клуба «Мордовия» Рустем Мухаммешин, успевший поиграть за нашу команду во всех трех существующих лигах, остается единственным, кто пока не приступил к тренировкам. Мешает незалеченная травма плеча. Все остальные в строю, включая лидеров, на которых был серьезный спрос со стороны конкурентов. Да, были футболисты, были конкретные предложения по четырем игрокам. Но здесь, я еще раз говорю, тут не основное было, что там не выдают зарплату, выдают зарплату. Но есть предметный интерес от клубов более с финансово, с точки зрения, с такой устойчивым положением. И поэтому с ребятами уже перед отпуском переговорили. У них было желание остаться здесь в команде, но их тревожила финансовая ситуация. Она сейчас выправилась, и в принципе проблем никаких нет. В первую очередь клубы соперники по ФНЛ интересовались Обуховым, Киреевым, Петровым и Дворецковым. Потеря этих футболистов могла бы серьезно ударить по шансам Мордовии финишировать в верхней части таблицы. Две зарплаты, перечисленные игрокам и тренерскому штабу перед Новым годом, сняли излишнюю напряженность. На фоне известий из других российских клубов, Мордовия в финансовом плане пока еще на плаву. В любом случае долги они есть, но уже не такие, конечно, перед Новым годом отдали за два месяца. Ну так настроение хоть поднялось перед Новым годом, а сейчас, ну как бы еще должны, в любом случае, а настроение все равно хорошее. Футбольный клуб Мордовия выплачивается на протяжении последних двух лет, пускай с задержками, но все равно выплаты идут. И так что и ребята здесь понимают, что, ну, она во всем российском футболе нелегкая ситуация. Поэтому с пониманием относятся, и мы сейчас будем работать и спокойно готовиться к весенней части. Действующие игроки Мордовии часть заработанных денег получили, но остаются еще долги по контрактам с футболистами прошлогоднего состава, из-за чего на саранский клуб наложен запрет на регистрацию новобранцев. Если проблему не решить в ближайшее время, Мордовия не сможет укрепить те позиции, которые остро нуждаются в усилении. Нам надо в среднюю линию игроков обязательно, потому что у нас, скажем так, практически нет конкуренции на флангах справа-левого полузащиты, да. Номинально у нас есть Киреев, есть Адаев, а чтобы была, скажем так, конкуренция на этих позициях, вот мы на эти позиции смотрим игроков тоже. Нам нужен центральный защитник и нам нужен нападающий. Тренерский штаб клуба исходит из оптимистических прогнозов и уже начал просматривать потенциальных новобранцев. Из большого числа кандидатов пока остались двое. Это игроки новотроицкой Носты Никита Кирсанов и Ислам Жан Насыров. 24-летний Кирсанов действовал на фланге полузащиты и в 15 матчах забил три гола, два из них ворота дублеров Урала. 21-летний Насыров, крайний защитник на его счету, те же 15 игр и один гол. Их дальнейшая судьба решится в ближайшие две недели, а вот африканские легионеры, которые сами попросились на просмотр в Мордовию, долго в Саранске не задержались. Африканцы, знаете, это студенты, которые здесь учатся у нас в России, ну, на родине играли в футбол и узнали, что футбольный клуб Мордовию проводит просмотровый сбор, изъявили желание поучаствовать в нем, мы их посмотрели, ну, и сказали спасибо, потому что, ну, понимаем, что, да, может, хотят они играть в футбол, но уровень ФНЛ на данный момент они не соответствуют. Приезд потенциальных новичков, способных стать серьезным усилением Мордовии, Марат Мустафин тоже анонсировал, но это случится только в случае снятия запрета на регистрацию футболистов. Саранский сбор продлится до 28 января. За день до его окончания саранская команда планирует провести в футбольно-легкоатлетическом манеже контрольный матч. А вот официальных игр под крышей в этом году точно не будет. 3 марта лидеров первенства ФНЛ из Тамбова Мордовия будет принимать или на Мордовии-арене, или в случае форс-мажора на стадионе «Старт». Игровые связи и новые тактические варианты наши футболисты будут отрабатывать уже на Кипре, где им предстоит участие в традиционном кубке ФНЛ. На групповом этапе соперниками Мордовии станут Муром, Ротар и Ереванский Пьюник. Турнир в Пафосе завершится 21 февраля, после чего команды ФНЛ вернутся в Россию и продолжат борьбу за путевки в Премьер-лигу. Универсальный зал спортивного комплекса Мордовии в эти дни принимает участниц первенства Приволжского федерального округа по художественной гимнастике. Соревнования проводятся параллельно со вторым этапом девятой летней спартакиады учащихся России. Показать свое мастерство в столицу Мордовии съехалось 230 спортсменок из 13 регионов Приволжья. Девушки 2004-2009 годов рождения выступают по программе первого взрослого разряда и по программе кандидатов мастера спорта. Мордовию на этих соревнованиях представляют 14 участниц в личной программе и два коллектива, выступающих по программе групповых упражнений. Отбор на первенство ПФО и спартакиаду проходил в декабре на чемпионате Мордовии по художественной гимнастике. Отбор был жесткий, кто-то обижался, но тем не менее все, кто в строю, начали тренировки уже с 3 января. По две тренировки в день усиленно тренировались. Ну и вот сегодня настал тот день и час, когда нужно показать все, чему они научились. Готовимся каждый день. У нас были много очень прогонов. На главной площадке нас смотрели и выбирали, кто будет выступать. Надо было показать себя с хорошей стороны и чтобы от тебя отобрали. Гимнастки из Приволжья считаются сильнейшими в России, поэтому борьба за медали предстоит серьезная. Девушки показывают свое мастерство в соревнованиях без предмета, а также с обручем, булавами, мечом и скакалкой. Главные конкурентки наших спортсменок – гости из Пензенской и Нижегородской областей. Они живут в училищах Олимпийского резерва и все свое свободное время посвящают художественной гимнастике. Мы тренируемся, имеем две тренировки в день, а потом идем в школу, учимся. Как удается совмещать такие интенсивные занятия? Отлично, расписание под нас подстроено, все получается. Нам программу ставят где-то в мае, за лето мы все успеваем отработать. Постоянно совершенствуем программу. Каждый турнир по художественной гимнастике – это настоящий праздник грации и изящества. Кажется, что спортсменки движутся легко и без малейших усилий выполняют самые сложные пируэты. На деле же гимнастика – это тяжелая и каждодневная работа над собой. Этот вид очень сложный, нужно быть самой худой, потому что если у тебя есть лишний вес, это идет нагрузка на сердце, потому что нужно стараться и нужно упорный труд и трудолюбие. Как же вес гоняете? Ну, на тренировках, когда встаешь на прогоны и много раз встаешь и сама по себе уходит. Первенство при Волжье по художественной гимнастике завершится 19 января. Тогда же будут определены 10 лучших спортсменок в личном зачете и две лучшие команды в групповых упражнениях, которые в феврале примут участие в первенстве страны. Эти же девушки в июне вновь приедут в Саранск, чтобы принять участие в финале спартакиада учащихся России. Спортивный комплекс, возведенный на месте стадиона «Света Техника» на площади Тысячелетия, обрел свое название. Открытое голосование было проведено в паблике Республиканского министерства спорта. В нем приняло участие полторы тысячи человек. Помимо итогового рассматривались варианты «Универсальный зал», «Миллениум арена» и «Арена Тысячелетия». Жители также предлагали свои идеи, такие как Шумбрат Холл, Фокс-Арена и даже уже привычные для горожан Колизей. Но в итоге на фасаде здания теперь будет красоваться официальное название «Саранск-Арена». На этом очередной выпуск самого полного дневника о спортивной жизни Республики подошел к концу. Не забывайте смотреть и пересматривать нашу программу в интернете на сайте канала и странице в Ютубе. А на сегодня это все. С вами был Юрий Осипов. До встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»